На момент записи этого видео мне 34 года. Впервые о том, что мясо может быть не так уж и полезно для здоровья, я узнал в 20... В 26, если не ошибаюсь. В 25 я убрал алкоголь полностью, то есть перестал пить по праздникам, там, писяшку за день рождения и прочее. Вот это всё у меня ушло в 25 лет. В 26 это отказ от мяса, в 27 отказ от молочки. То есть я на протяжении целого года питался без мяса, то есть у меня не было ни рыбы, ни птицы, никакого другого мяса. Были молочные продукты, потому что я ещё пока сохранял концепцию того, что нужны какие-то белки. И после этого, получается 25-26, 27, с 27 лет я отказался от продуктов животного происхождения полностью. Ну то есть абсолютно от всех. Яйца, рыба, птица, виды мяса, красное, зелёное, какое хотите. Я убрал 27 лет, получается, у меня, да? Выходит 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Но год ещё не завершён, получается почти 7 лет внутри меня в любом виде, не измельчённом, не гранулированном, не в виде каких-то добавок или ещё что-то, в виде каких-то пилюлей, таблеток, которые принимают некоторые веганы. Почти 7 лет внутри меня не было продуктов животного происхождения. Дело в том, что я не уникален. Я обычный человек, у меня, как у всех, органы функционируют так же, как у остальных. Каких-то органов нету, да? Ну не органов, там отростка, аппендикса вырезали. Но в целом всё то же самое. То есть совокупность органов, совокупность выделительных систем, там кожный покров, руки, ноги, глазки. Ну то есть есть, конечно, много учёных, учёных, которые нас убеждают с утра до вечера о том, что каждый человек уникален и каждому подходит своё. Но что-то как-то, когда речь заходит о животных, которые, по сути, являются той же самой углеродистой формой жизни, они что-то как-то вот об этих вот генетических разновидностях по типу питания, группе крови, среди одного вида, почему-то не говорят. Есть там мартышки какого-то вида. Ну чего? Почему они рассуждают на тему того, что там есть какие-то особенности? Может, конечно, я что-то пропустил, может быть и есть, но вот так вот на поверку я что-то не слышал особо сильно разговоров на тему того, что, скажем, один тип жирафа, да, и у него там какие-то могут быть разновидности в питании просто потому, что какой-то там генетический код у него отличающийся. Ну а вот что касается человека, просто сколько всяких разновидностей. Питание по группе крови, питание там по генетическим там расовым предрасположенностям, питание по этому, по этому. Ну по факту та же самая углеродистая форма жизни. Я много слышал, да, нас убеждают о том, что надо мясо. Я регулярно смотрю эти ролики, мне подписчики скидывают, я смотрю и думаю, как всё убедительно звучит-то. Ну а как же вот я? Вот я не ем мясо почти 7 лет и молочные продукты почти 7 лет. Мясо 8 с лишним получается. То есть, ну и вот где ваши все рассуждения? Или по-вашему я лжец, я сижу и обманываю, я вот ночью просыпаюсь, когда камера не включена у меня. Я иду в холодильник и хомячу мясо с утра до вечера, чтобы восполнить ваши незаменимые там аминокислоты. И причём тем же самым занимаются все люди, которые рассказывают о том, что мясо это вообще не алё. То есть, вот эти все звёзды, которые рассказывают, вы просто вбейте, звёзды вегетарианцы, звёзды веганы. То есть, они тоже все лжецы. Они тоже вот на миллионную аудиторию рассказывают сказки о том, что без мяса можно жить. Вот эти вот учёные, которые идут против системы, альтернативные учёные, доказывают, проводят какие-то исследования, они тоже все лжецы. Все мои подписчики, там процентов 80, я периодически провожу опросы, не едят мясо. Они тоже все лжецы. Вот помимо вас ещё, если, допустим, ты ешь мясо, 8 из 10 смотрят ещё и веганы, и вегетарианцы, и сыроеды. Они тоже все лгут, они тоже едят мясо по ночам и всем рассказывают сказки о том, что без мяса можно жить. А единственная причина, почему они это делают, по вашему мнению, как я слышу, иногда мне пишут, это потому, что они хотят извести людей. Это вброс. Веганство – это вброс. Вброс для того, чтобы дебилы рассосались на этой планете, чтобы вымерли как класс люди. Понимаете? То есть это вброс такой. Специально вброс для того, чтобы вы все придерживались этого и вымирали. Человек всю жизнь себя гробит неправильным питанием, неадекватным питанием. Я не буду углубляться каким. И потом переходит на более чистое питание. Естественно, организм получает энергию, начинает это всё выводить из себя. И наши учёные, в кавычках, да и не только учёные, деактивисты, я их так буду называть, они цепляются за эти симптомы выведения и говорят, вот, смотрите, мы говорили. Мы говорили, что это плохо. А то, что это процесс очистки, и дальше всё будет хорошо. Не, об этом не надо говорить. Нужно поддерживать бизнес, который настолько мощный, фундаментально отлажен и работает такое количество времени, что диву даёшься, как до сих пор ещё люди до этого не дошли. Хотя, с другой стороны, когда система очень долго работает, на этом вырастает целое поколение, ну, неудивительно. А то я слышу, мне говорят, вот, бабушка, моя же бабушка, наши же родители выросли. А что мы знаем про физиологию естественную? Способность наших организмов. Тебе вдолбили по телевизору, что сто лет? А ты ничего не проверял, ты не учёный, тебя этому не учили. А если бы пошли бы, а если бы вы решили бы этому выучиться, то вас бы выучили бы неправильно. Вам бы рассказали бы про эти самые сто лет. Огромное количество памятников, там некоторые люди живут и по 200, и по 300 лет. Ну, прям на плите написано. Это какая-то фантастика. Вы посмотрите в интернете. Я это нахожу постоянно. Почему? Потому что мне это интересно, я это сам себе выдумываю. И реальность подсобует мне желаемое. С одной стороны, так и есть. Но с другой стороны, это же объективный факт, он присутствует в этом мире. И его могут наблюдать не только те, кто заинтересован в этом, но и все остальные. Те, кто, например, едят мясо. А то, что было мощнейшее движение толстовцев, да? Первая ступень. Никто же этого не читает. Вот эти высказывания великих ученых. Наберите высказывания великих веганов, вегетарианцев. Наберите хоть что-нибудь связанное с веганством, посмотрите. И вы увидите, что не то чтобы 50 на 50, а информация о том, что это хорошо, что в этом есть смысл. И единственная причина раздора в мире, это как раз-таки потребление плоти. Вы найдете в том подтверждение? Конечно, деактивисты и псевдонаучные издания, хотя говорить псевдонаучное, наверное, неправильно. Я вот тоже копаюсь, смотрю, и все, что я изучаю в рамках науки, оно настолько лживое, что для меня уже понятие научный подход, да? Научный канал, научный подход. Для меня уже как бы, ну, ничего такого. Ну да, научный. Наука вся лживая, поэтому ничего удивительного, ты веришь в эту ложь. Научный подход, лживый подход. Вот для меня вот такие синонимы. Это не говорит о том, что все научные изыскания ложь. Разумеется, если бы это было так, то это было бы слишком очевидно. Разумеется, есть люди, которые двигают науку вперед, нормальную науку. Но, к сожалению, она вся под прикрытием. Все самые серьезные разработки сразу же выкупаются, вот эти все патенты. И нам пропихивают какие-то неэффективные способы эксплуатации, там, в рамках ресурсов, в рамках наших тел и так далее. Да, это все смахивает на заговор, но если вспомнить, как у меня все начиналось, если честно, даже сложно сказать. Я в некоторых роликах говорю, что началось у меня все с осознания того, что алкоголь вредит. С другой стороны, понимание того, что алкоголь вредит, оно вроде бы было бы как бы вровень с осознанием концепта общественной безопасности, да, вот мироустройства. Один из вариантов устройства мира. И, возможно, все пошло из осознания того, что мир, в принципе, ложный, лживый. И потом уже подключилась информация об алкоголе. Либо я сначала постепенно начал убирать алкоголь, и потом уже более чистым сознанием ко мне пришла информация, подтянулась информация о лживости этого мира. Либо это все происходило параллельно. Главный посыл не в том, что произошло первее, а в том, что так или иначе, выбирая хоть какой путь, хоть сразу все вместе, ты будешь двигаться к пути больше информированности. И, как говорится, больше не остановить. То есть ты познаешь большее, интересуешься, и чем дальше ты заходишь в познание происходящего вокруг, тем очевиднее тебе вот эти вот лживые статьи о том, что там выпадают зубы, обваливаются там волосы, когти вылезают, там проблемы с какими-то органами. Я когда это читаю, я не понимаю, вот, нет, я понимаю, для каких это людей сделано. Для людей, которые не хотят интересоваться, для людей, которые привыкли поверхностно воспринимать информацию. Для них эта информация зайдет, да, безусловно. Сидит чувак, он в белом халате по телевизору на первом канале, с умным видом говорит о том, что не потребляя мяса, ты себя убиваешь. Он смотрит и думает, ну чего, мне на работу бежать, какое мне время, где я буду разбираться. Он же не будет искать в интернете. Кто такие веганы, вегетарианцы, откуда это пошло. Вообще, он глубоко не будет изучаться. Вот так вот поверхностно, все оказывается, что вроде как это фигня. И потом он запускает ролик в интернете, и там чувак начинает на видео говорить, что вегетарианство, веганство, сыроедение, это нормальное состояние в жизни, когда человек не потребляет плоть других живых организмов, а питается, допустим, растительностью. Он смотрит на него и думает, ты чё, вообще, какой разговор, это бред вообще. Во, во, идиоты. И пишет сообщение. И таких сообщений очень много, людей, которые не изучили вопрос. И понятное дело, что всё не появляется на пустом месте, что изучая тотально происходящее в этом мире, понимая, что так или иначе есть те, кому выгодно это. Потому что это просто так не могло случиться. То есть от него там хоп и произошло. Начали есть мясо, начали врать по поводу того, что это полезно. И вот есть люди, которые это не едят и пытаются как-то донести эту информацию. Разумеется, всё контролируемо, всё управляемо. Вопрос о том, кем и как, это, конечно же, опять упирается в какую-то глубинную конспирологию, какие-то теории, заговоры, от которых уже тошнит, потому что нам столько фильмов сняли на эту тему, американских или других, что у нас просто уже, мы уже ментально бульём на эту информацию. А, опять теория загорла. Да, вот там, аж масоны и прочее. Опять-таки, кому это было выгодно, если бы это было выгодно? Если, допустим, я хотел бы что-то скрыть, и так или иначе информация фигурировала бы в обществе, разумеется, нужно подкинуть много вариантов лжи. И причём, чем ближе она будет к правде, тем лучше. Чем, собственно говоря, наглее ложь, тем легче она проходит. И это тоже фундаментальный инструмент управления. Есть, допустим, элементарная энциклопедия методов пропаганды. Там всё это чётко прописано. И люди, которые изучают это, которые интересуются этим и понимают, что нет ничего невозможного в нашем информационном мире. И когда я так или иначе снимаю ролики на тему вегетарианства, веганства, постоянно об этом говорю, мне приходит сообщение, и вообще, почему я решил записать это видео, мне приходит сообщение о том, что я излишне фанатичен, что я слишком много об этом говорю, и вроде бы как бы я какой-то ограниченный человек, раз я всё время интересуюсь только этим, и другой мир меня не интересует. С одной стороны, на поверку вот так, если глянуть, то действительно может показаться, что я только об этом и говорю. И вроде бы я вот в этом я не прав. Но с другой стороны, представьте себе, что вот если бы вы изучили вопрос, предположим, авансом, что потребление мяса влёт за собой огромный шлейф, то есть огромная цепочка экологических катастроф, то есть в полном масштабе планеты. То есть это и вырубка лесов, это и загазованность, это и вот эта жестокость насилия, это, ну то есть перечень просто огромнейший. И если ты хоть чуть-чуть заинтересуешься, посмотришь там такие хотя бы самые попсовые фильмы, типа «Земляне», типа «Дом», там «Мусор» и прочее, много фильмов, они же не на пустом месте. И не все учёные вот эти вот, да, не все плохие, не все купленные. Есть те, которые действительно хотят разобраться, и которых ещё не успели купить, которые говорят правду, таких можно найти. Именно поэтому мне очень некомфортно называть учёных всех дураками, а всю медицину тоже дурной наукой, да. Хотя, в принципе, и там, и там процентов 80-90 лжи. И поэтому, в принципе, можно было бы говорить, что всё это ложь и фигня. Но так или иначе, в медицине есть, там, есть экстренная хирургия, есть травматология, которая полезна. Или, допустим, есть какие-то учёные, которые двигают науку вперед, которых не выкупили. Что-то какое фанатичное. Неужели ты не можешь успокоиться? Оставь людям самим решать вопрос. Типа, каждый волен решать сам по себе. Ну, как вот можно так рассуждать в обществе, которое изначально построено вот на этой лжи? И вот эти фразы, типа, каждый волен решать сам, пусть каждый сам для себя решает, я понимаю, откуда это идёт. Я понимаю, кому выгодно такие, сохранять такой статус, квот, так называемый. Ну, представьте себе, есть огромный корабль, ну, ассоциация наша с Земля, где мы живём, наше общество, да, все жители нашего общества, жители Земли, где мы находимся. Это все люди, которые находятся на этом огромном корабле. Много палуб. Тут находятся на низших палубах, там занимаются черновой работой. Тут кто-то находится на верхних палубах, там, не знаю, на солнышке нежится, ему там коктейли подносят, играет приятная музыка, и, в общем, он весь такой на расслабоне. И, представляете, вот, ну, попал корабль на айсберг, я не знаю, или просто прохудилось дно, и начинается затопление корабля. Трещина не очень большая, а может быть и очень большая. Не суть. И корабль, по сути, тонет. И люди, которые осознали это, которые спустились туда вниз корабля, в трюм посмотрели, что действительно есть пробоина, вода идёт, корабль тонет, нужно сообщить людям о том, что корабль тонет. И вот некоторые чуваки, которые прикоснулись к этому, посмотрели фильм «Земляне», «Дом» и прочее, то есть увидели это ваучью. Они бегут наверх, они начинают трясти людей, вы представляете, мы тонем. И человек там на низших палубах такой смотрит, да, действительно, вот эта жестокость, мы её видим, вот она. Действительно корабль тонет, нужно сообщить. И поднимается всё выше и выше. И чем выше поднимается человек для того, чтобы донести информацию, тем ему сложнее донести эту информацию, всё то, что... Ну, наверху вообще непонятно. На верхней палубе там солнышко, там коктейли разносят, там богатейшая элита, им вообще пофигу на всё это. Корабль тонет? Когда он тонет? Да что? Это всё теории заговора. Это всё бунтовщики, они всё хотят просто поднять смуту для того, чтобы нам тут наверху было некомфортно. Они хотят, чтобы мы из этого корабля ушли, что ли, или что? Чтобы мы тратили деньги на какие-то мифические там пробоины. Ой, а сколько в истории всяких было рассказов о том, что корабль тонет, ничего, плывём как-то. А то, что такие корабли тонули, им не рассказали. И создаётся ощущение, что на корабле, помимо людей, которые плывут просто так, есть ещё и те, кто как бы являются захватчиками. Ну, не знаю, ну, крысы какие-нибудь, которые подшушукивают отдельным сущностям, отдельным структурам, отдельным людям на корабле, что типа, всё нормально, это всё бунтыри, они всё врут, корабль не тонет, нет пробоины. А крысы эти заинтересованы в том, чтобы корабль, допустим, утонул. Предположим, какие-то захватчики, которые на соседнем корабле где-нибудь, они сказали, что вот, ребята, вот у нас есть корабль, нужно его потопить. Как это сделать? Ну, что, сделаем пробоину и запустим туда вот этих вот крыс, которые будут нашушукивать, что всё нормально. И он сам потихонечку потонет. Не нужно тратить никакие там торпеды, не нужно там на абордаж брать, убивать людей. Зачем? Корабль сам потонет, постепенно. А эти люди наверху, они будут до победного, когда уже прям вот одна палуба верхняя останется не под водой, они будут ещё до сих пор верить, что там всё нормально. Потому что их не касается жизнь внизу. А эти пусть потонут, там тысячи и тысячи людей там внизу, там на разных ярусах будут тонуть, и это мы всё постепенно всё сделаем. Самый низший класс, они в любом случае никогда не имели прямой взаимосвязи с верхним классом, поэтому их в первую очередь затронет, их там затопит посредством финансов и прочего. Ну, знаете, как система работает. То есть, и представьте себе вот эту ситуацию, если полностью провести аналогию с текущей жизнью и вот этим кораблём, который тонет, имея пробоину, то вот для меня вегетарианство, веганство, сыроедение, это, ну, как осознание этой пробоины. И люди, которые говорят об этом, активисты, здоровый образ жизни, веганство, сыроедение, типа Гарри Юровский и другие, они, это люди, которые увидели пробоину и пытаются донести до людей информацию. И когда я слышу, когда мне отдельно представители на разных палубах говорят о том, что ты слишком фанатичен, то для меня вот такая вот аналогия. То есть, я прибегаю на палубу и говорю, ребята, корабль, пробоина, внизу течь, мы утонем. Не сейчас, так завтра или через месяц, не важно, но мы утонем, общество тонет из-за этой пробоины. Мне говорят, ты излишне фанатичен. Ну, сказал бы ты про пробоину, и что, ну, и что, ну, как бы, я особо не верю, ну, допустим, и даже если так, ты излишне фанатичен. К нему подходит еще один чувак, говорит, да, действительно, пробоина, да вы вообще все сатанисты, фанатики, вы тут рассказываете какие-то сказки. И только лишь отдельные личности заинтересуются и спустятся вниз туда, в нашем случае, залезут в интернет и поищут информацию и увидят пробоину. А для основной массы, особенно для самых, до самых верхних палуб, которые ездят на дорогих машинах там, которые живут в роскоши, которые вот занимаются потреблятством, они, они в жизни не поверят, они не хотят слушать о том, что с кораблем может быть что-то не так. Для них ты будешь всегда излишне фанатичен. И более того, вот эти вот крысы, которые нашушукивают всякое разное, они будут говорить, вы что, у тебя деньги есть, да, эти хотят бунт устроить, они всю информацию исказят, давай, говорит, вы сними ролик и расскажи, что они тут бунтари, что они сумасшедшие, что они сектанты или что-нибудь в этом духе. И в итоге человек, который рассказывает о том, что корабль тонет, оказывается еще и плохой. И будет много людей, которые поверят, корабль-то огромный, все выросли в разных, на разных палубах выросли нашего общества. У всех разные отношения, разная степень программированности. А для того, чтобы держать, как бы, строй в строю, людей в строю, нужно просто с утра до вечера включать им программу, зорьку, с утра до вечера. Что по телевизору, что на радио общее, которое играет на корабле. Грубо говоря, если крысы пробрались и захватили вот это вот корабельные СМИ, то, в общем-то, и ничего удивительного, что о происходящем, реально происходящем на корабле никто ничего не говорит. Неудивительно, то, что захвачено, понимаете? И еще тут интересная аналогия по поводу рабского положения вещей и общества в целом. Аналогия про корабли очень хороша в силу того, что у нас судебное право, все оно, по сути, является пиратским. И все разборки, если вы тоже будете изучать, тема очень интересная, они все работают по принципу пиратского права и все эти, скажем так, каноны, нормы, законы, они работают на воде. И даже, как устроен суд, вот эта перегородка, это, по сути, ты попадаешь на корабль и те законы, которые принимались по поводу, там, считать с 7-летнего возраста живым человеком, да, до 7-летнего, а после 7-летнего это уже считается, ну, то есть, если человек не заявил себя живым, то он, по сути, не является живым, да. Интересная информация, я знаю, что для большинства это просто пустой звук и если ты, ну, ограничишься просмотром этого видео и все, то изменений никаких не будет. Но, если ты заинтересован, ты заинтересовываешься, либо, как минимум, отправишь это видео своим друзьям, которые интересуются вопросом, почему некоторые вегетарианцы, сыроеды и прочие такие фанатичные, почему все вот так, а не иначе, ну, то есть, у кого такие стандартные вопросы, если ты с такими людьми поделишься, отправишь это видео, один из 10, там, зацепится за эту информацию, пойдет искать и, как минимум, хотя бы, как минимум, сделают свою жизнь лучше. Например, если понимает, что человек понимает, что корабль тонет, он кричит с утра до вечера о том, что общество тонет, и его не хотят слышать, то, как минимум, он хотя бы с друзьями объединится и на этом тонущем корабле, ну, проверит работоспособность спасательных систем, не знаю, лодку там проверит, спасательную, научит людей пользоваться этой спасательной лодкой на случай, если корабль тонет. Ну, то есть, такие аналогии, я думаю, что вы понимаете. Либо, если лодок не хватает, смастерит из какого-нибудь ненужного хлама на корабле лодки, которые люди потом смогут использовать как спасательные круги. Аналогия, да, с прокачкой себя в обществе, отвязкой от ценностей, на которые мы подсели. Ну, я думаю, что вы понимаете. Ну, по крайней мере, кто-то понимает уже хорошо. Ну, ладно. Спасание, утопающих, дело рук самих утопающих. Неважно, кто захватил корабль. В любом случае, если тонем, то спасаться как-то надо. Спасибо.